Это самая ослепляющая достопримечательность Таиланда и одно из величайших чудес Азии. Комплекс Вата Пхракеа – монастыря изумрудного Буты с примыкающим к нему большим королевским дворцом. Красочные росписи с изображением сцен из тайского эпоса «Рамакиен» покрывают всю внутреннюю поверхность стен монастыря протяженностью 1900 метров. Они повествуют о различных приключениях принца Рамы, его брата Лакшмана и их помощника – белой обезьяны Ханумана. Попав на территорию монастыря, оказываешься в сказочном мире сверкающих золотом шпилей и красочных павильонов под охраной устрашающих великанов и мифических существ. Вот огромная позолоченная ступа Пхра-Сиротана – священная, великая, драгоценная Чеди, построена королем Манкутом для хранения частицы грудной кости Будды. Королевский пантеон Прасад Пхра-Тепидон увенчан прангом. Внутри его находятся бронзовые статуи первых правителей из династии Чакри, выполненные в человеческий рост. Окружают пантеон странные мифические существа – фантастические паулюи, полуптицы кенари. Это легендарные обитательницы гималайских лесов. Главный храм монастырского комплекса Королевский Бод построен королем Рамой I в конце XVIII века для хранения статуи изумрудного Будды – национальной святыни и символа могущества, божественности и процветания для всех жителей страны. Происхождение статуи неясно, но, согласно легенде, ее сделал божественный мастер из чистого изумруда. В 1434 году скульптуру случайно обнаружили в руинах храма в Чанграе. В XV веке она оказалась в Лаосе, а в 1778 году была возвращена в Таиланд. При своей значимости скульптура совсем небольшая – всего 66 см высотой. И в действительности сделана из зеленого жадаита. В Таиланде три сезона, и трижды в год сам король меняет золотые одежды на статуи изумрудного Будды. К статуи изумрудного Будды не иссякает поток паломников, верящих, что она воплощает почти мистическую связь между Таиландом, его королем, и оказывает непосредственное влияние на Пресвитание Королевского Дома и всей страны. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вихана-йод богато украшена керамическими и фаянсовыми плитками. В ней хранится древний трон первого короля Сиама Рамканкенда. Библиотека Пхрам Андоп. В ней хранится сундук инкрустированный перламутром со священными буддийскими текстами. К храмовому комплексу примыкает Большой Королевский Дворец. Последним монархом, который в нем жил, был Рама VII. В 1925 году он покинул резиденцию, и в настоящее время дворец выполняет чисто церемониальную функцию. Построенные в то же время, что и в ад, залы аудиенции и личные королевские покои, представляют необычайное сочетание стилей итальянского возрождения с тайскими архитектурными элементами. К деревянным столбам, окрашенным в красный и золотой цвета, привязывали королевских слонов. Во внутреннем дворце, расположенном за залом аудиенции, когда-то находились личные покои для жен, детей и наложниц короля. С введением единобрачия при Раме VI внутренний дворец утратил свое назначение. Теперь он служит для празднования дня рождения короля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Роскошный большой дворец Чакра Маха Прасад построил в 1882 году по указу короля Чалаланкорна в честь столетия династии Чакри. До постройки дворца на этом месте содержали белых королевских слонов. На первом этаже располагаются залы для аудиенции. На втором – парадное помещение и личное покое короля. А на третьем – хранятся урны с прахом королей династии Чакри. Перед дворцом установлены статуи слонов. В честь четырех белых слонов, чей загон находился на этом месте до постройки дворца. Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова У небольшого деревянного павильона король Манкут спешивался со слона, чтобы переодеться для аудиенции во дворце Дуси. Павильон был построен такой высоты, чтобы король, не спускаясь, мог пройти в королевские покои. Прямо напротив королевского дворца находится монастырь Великой Реликвии – Ват Махатхат. Он играет центральную роль в изучении медитации випасаны или постижении себя. В мраморном павильоне находится скульптура фаллической формы, символизирующая первый городской камень. Все расстояния в стране отмеряются от этого священного памятника. Этот алтарь – также обитель могущественных духов, хранителей Бангкока. Многие тайцы верят, что эти духи способны творить чудеса, и каждый день сюда приходят просители с дарами. По выходным дням на территории комплекса работает рынок, на котором можно приобрести буддийские культовые предметы. Солидное здание возле Вата Махатхат занимает Министерство обороны. В бывшем дворце принца разместилось Министерство иностранных дел. Перед зданием установлен памятник королю Мангкуту. Чейна-Таун – один из старейших районов города, основание которого относится к концу XVIII века. Первые торговые лавки здесь были открыты вдоль узкой улицы Сан-Панклэйн, игравшие роль торговых центров днем и опиумного центра ночью. До сих пор этот район – один из самых экзотичных уголков города. Чейна-Таун – квартал не для слабонервных. Здесь пешеходу необходимо лавировать между мотоциклами, повозками с товаром, покупателями и дюками, наваленными прямо на землю. И все это на фоне гудков, скрипа тормозов и крика зазывал, звучащих на пике своей мощности. Но пройдя через это испытание, вы попадаете к вату Чакрават-Рачава. Его особенность – крокодиловый пруд, а специализируется ват на проведении китайского похоронного обряда. КОНЕЦ Ват сампхатовонг также называют ватом пхо. Он обладает впечатляющим современным ботом с высокой многоярусной крышей. КОНЕЦ К почитаемым китайцами сакральным местам относятся святилище Конской головы и монастырь Драконьего цветка. Центральный храм монастыря хранит замечательные собрания религиозных образов – от буты до даосских звездных божеств. КОНЕЦ Ват Траймид хранит статую Золотого Будды. Согласно легенде, она была выполнена сукхатайским мастером из чистого золота примерно в XIII-XIV веке. Четырехметровая статуя весит пять с половиной тонн. Извояние долгое время было скрыто под цементной оболочкой. Пока в 1955 году статуя случайно не сорвалась с подъемного крана. Ее золотое покрытие не обнажилось. С наступлением сумерек жизнь на улицах оживляется. Расставляют свои лотки торговцы с фруктами и приглашают импровизированные ресторанчики под открытым небом. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ